За три дня до старта они не только пытаются точно рассчитать силу броска, но и тренируют растяжку, равновесие, глазомер, тактику и работу в команде. Все это зависит и от качества льда. Несмотря на то, что в Байкале одновременно проходят занятия по четырем видам спорта, на состояние покрытия это никак не отразилось. Я бы даже сказала, что на данный момент в Иркутске даже лучше лед. Сейчас одна из лучших площадок находится в Иркутске именно по качеству льда. Даже несмотря на то, что лед не стационарный, то есть непрофессиональный, но наши эсмейкеры делают все возможное для того, чтобы он был одним из самых качественных в России. Ежедневные иркутяне будут проводить на льду Байкала по две тренировки. Каждое занятие по полтора часа, шесть до старта кубка и столько же во время самих соревнований. Все представители при Ангаре готовятся одновременно. И хотя керлинг, который также называют шахматами на льду, требует полной сосредоточенности, параллельные занятия конькобежцев профессионалам не помешают. В одной команде играет четыре человека, а в Иркутской области играет четыре команды. Две – это основные команды, которые у нас являются членами сборной России юниоров. И две команды молодые – это четвертый, пятый год рождения, то есть 15-16 лет. У соперников очень высокий уровень. Основная масса – это, конечно, мастера спорта. Это юниоры, вышедшие из возраста юниорского, это уже 25 лет. Соревнования по керлингу впервые откроют зимний сезон в Иркутской области. Кроме хозяев турнира в Кубке России выступят 16 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Московской, Ярославской, Новосибирской, Томской областей и Красноярского края. В смешанном турнире за медали будут бороться 20 пар. Участвуют лучшие команды по итогам чемпионатов страны этого года. По итогам спортсменов отберут сборные команды России для участия в международных состязаниях. Мы срезали лед, сделали новые баннеры вот этих площадок игровых для керлинга, залили лед сверху. На него сейчас никого не пускаем, тренировки даже проходят на других сегодня в ледовом дворце площадок. И мы очень надеемся, что все, кто приедет, а это лучшие спортсмены России приедут у нас здесь соревноваться, они по достоинству оценят качество льда. Соревнования пройдут без зрителей, однако для всех любителей шахмат на льду на официальном канале Ледового дворца будет идти прямая трансляция.